Дмитрий Плетенчук, спикер военно-морских сил, вооруженных сил Украины, с нами на связи. Дмитрий, очень рады вас видеть сегодня. Доброе утро, студия. Доброе утро, 6 декабря. День, я специально говорю на украинском языке, день Збройных сил Украины. Важный день, и Дмитрий, позвольте также, сегодня понятно, что не до праздников, но все же огромная благодарность вам, передавайте всем нашим вооруженным силам Украины, в частности военно-морским силам. Поэтому благодарим и поздравляем. Когда-то действительно мы будем в этот день не просто говорить слова благодарности, а также будем и поздравлять, и будем праздновать. Поэтому спасибо вам, Дмитрий. Спасибо за поздравление. Действительно, сейчас самый важный праздник в нашей стране, учитывая, что фактор безопасности, который в том числе гарантирует военно-морские силы, является также фактором сохранения национальной идентичности. Потому что доля покоренных народов, особенно если речь идет о Российской Федерации, как видите, незавидная. Их всегда империя первыми кидает в жернова своих вооруженных конфликтов. Дмитрий, я не буду пересказывать материал наших коллег, сюжет, который видели наши зрители. Потому что действительно там детально рассказывалось и по датам, даже хронология, как все-таки благодаря морским дронам уничтожались и уменьшалась количественный состав Черноморского флота. И действительно, перехват у России инициативы в Черном море произошел. И сегодня созданы определенные ряды условий безопасности, которые все-таки заставляют агрессора бежать из восточной части акватории. Об этом говорил и президент Украины. Это мы и видим о том, как все-таки передислоцируют те свои корабли, которые еще сегодня есть. Там и в Российскую Федерацию. Тут уже рассматривается и территория непризнанной республики Абхазия. И там одно из баз. Ну, это уже другая история. Но вот очень часто действительно вспоминают морские дроны. Но все же, не только же благодаря морским дронам удалось сделать так, что инициатива сейчас на стороне Украины. Я думаю, что тут еще есть ряд аспектов и военной тактики. Вот хотелось из того, что вы можете сейчас озвучить, от вас также услышать мнение по этому направлению. Конечно, задействованы разные рода сил и войск, которые входят в состав военно-морских сил Украины. Конечно, это и береговые артиллеристы, которые смогли пояснить российским оккупантам в Черном море, что ближе, чем на 100 морских миль подойти к нашему берегу у них не получится. Россияне поняли не с первого раза, только после того, как следом за Москвой отправился Василий Бех. Это, напоминаю, транспортное судно, которое перевозило на остров Змины, тогда оккупированный россиянами, технику и личный состав. После этого они начали догадываться, что лучше этим не заниматься возле наших берегов. И сейчас наши арктички, соответственно, контролируют огнем эту часть Черного моря, в которую входят также и остров Змины, и те же самые так называемые вышки Бойка. Это и морская авиация, которая не только может вести разведку, но и наносить соответствующее огневое поражение. И делала это она и до полномасштабного вторжения, и в его начале, и делает это сейчас. Это и речная флотилия, которая была создана тоже во время полномасштабного вторжения, и которая сейчас активно принимает участие в действиях на левом берегу реки Днепро, на Херсонщине. Соответственно, военные моряки там тоже задействованы. Это как и морская пехота, которая входит в состав военно-морских сил, и которая сейчас бьется на левом берегу с российскими оккупантами. И на самом деле таких служб много. Это и саперы, и инженеры, и те же самые дроны, которые созданы как отдельное подразделение, отдельная бригада, в которую входят и надводные, и подводные дроны, которые тоже могут вести и разведку, и разминирование, и наносить огневое поражение. Поэтому составляющих и правда очень много. Добавим, напомним, точнее также, что известный историк Ельского университета Тимоти Снайдер в подкасте для издания «Телеграф» говорил о том, что самая большая победа сил обороны Украины, вооруженных сил Украины за последние полгода – это перехват инициативы в целом в акватории Черного моря. Это удержание акватории Черного моря. Ну, первых, можно ли говорить о всей акватории Черного моря, которая вблизи Украины находится? И если это так, насколько длины руки украинских сил обороны? Куда вот украинские силы обороны могут доставать в контексте российских кораблей, которые все еще почему-то не находятся на дне Черного либо Азовского морей? Защита акватории наших морей – это, конечно же, вопрос только военно-морских сил. Действованы многие составляющие сил обороны и безопасности нашей страны. Это, конечно же, и Главное управление разведки, и Служба безопасности Украины, и иные подразделения. И, само собой, что в связи с этим расширяется география боевых действий. Как вы видите, периодически что-то взрывается в Крыму. Иногда это непосредственно мы выполняем задачи. Иногда, и в большинстве случаев, такие операции проводятся с нашим участием, потому что это наша зона ответственности. Это и прецеденты, которые происходили еще в Азовском море. Первую акулу россияне потеряли еще в 1922 году. Она подорвалась на нашей мине, которую вовремя смогли поставить. Они даже памятники, по-моему, в Мариуполе или в Гердянске поставили. Соответственно, как вы видите, мост Керченский точно так же на себе почувствовал всю нашу любовь, в кавычках. И некоторые инциденты случались даже уже ближе к восточной части Черного моря. Сейчас, если мы говорим о том, что в северо-западной части Черного моря, то есть ближе к нашим берегам, где проходит зерновой коридор, появление российских кораблей фактически уже невозможно, то они уже так же неохотно появляются и в юго-западной части, где они раньше могли себе позволить останавливать, например, турецкий сухогруз. Сейчас на протяжении последних полгода два раза они туда ходили встречать свои конвои Рособоронлогистики из Сирии, которые туда, скорее всего, привозят оружие, а туда отправляют личный состав убивать граждан еще и Сирии. Точно так же центральные части Черного моря, они уже не чувствуют себя в безопасности. И в результате они были вынуждены рассредоточить корабельный склад, перевести его к своим официально признанным берегам, то есть то Новороссийск, то Апсе. И да, сейчас серьезно рассматривается вопрос о временной дислокации их и на территории временно оккупированной Абхазии. Соответственно, там они тоже могут их разместить для того, чтобы сохранить максимально, в первую очередь, носители крылатых ракет, которые фактически сейчас являются единственными платформами боевыми, которые россияне еще в состоянии применять из Черноморского флота в войне против Украины. Просто представьте себе, что корабельный состав, который насчитывал в общей сложности до 80 единиц, сейчас фактически может использовать всего 10-11 кораблей надводных и подводных, для того, чтобы непосредственно они принимали участие в боевых действиях. Участие остальных кораблей сейчас по факту невозможно. Дмитрий, и в конце. Ныне, когда говорят аббревиатуру ВМС, ВСУ, военно-морские силы вооруженных сил Украины, в основном номерные и украинцы, западных военных аналитиков в голове, там картинка конкретно морского дрона. Разные классификации, да, разного типа, но тем не менее. Мы можем говорить о перспективах перехода к флоту традиционному, скажу вот таким образом, учитывая то, что опасность со стороны российского агрессора, она может продолжаться годами на самом деле. Да, учитывая, нужно, это учитывается, уверен, командованием военно-морских сил, вооруженных сил Украины, в целом главкомом ВСУ. Если вот процесс этот перехода прописан ли он, конкретно кораблям, которые будут защищать украинскую границу, украинские воды, акваторию в том числе? Собо собой, я вам скажу больше, это все идет планово, это все, кроме всего прочего, сейчас обговаривается в стратегии морской безопасности нашей страны, и мы говорим о том, что украинские интересы морские, они простегаются не только в Черном море, мы говорим даже и о мировом океане, где есть интересы Украины, и которые точно так же относятся к компетенции как и военно-морских сил, так и нашей страны. И это и реки, и моря. Мы являемся морской державой. И наша задача основная, не оказаться державой возле моря, а именно морской державой. И в связи с этим, конечно, идет плановое строительство корветов класса Ада. Один из них в следующем году мы уже ожидаем. Корабли противоминные, которые уже есть в наличии. Сейчас мы ограничены действием конвенции Монтре, которая говорит, что воюющие страны... Дмитрий, есть проблема у нас, да, я так понимаю, со связью, но тем не менее... Есть сервисы, Дмитрий. Да, Дмитрий, хочется, да, чтобы вы договорили, да, о возможности конкретно морском флоте. Вот у нас буквально минутка еще, да. Без сильных военно-морских сил воспользоваться нашим подарком истории, географии, я не знаю, мироздания, наличием двух морей, которые являются основным экспортно-импортным каналом для нашей страны, на которые приходится 90% украинского экспорта в нормальном состоянии, когда это все работает и находится. Это просто невозможно. Моря переоценить для Украины невозможно. Поэтому, учитывая объем интересов Украины в море, наша страна должна иметь соответствующие сильные военно-морские силы, которые могут обеспечить безопасность гражданского судоходства, которые могут обеспечить, заставить придерживаться агрессора международной конвенции ООН по морскому праву. И мы в будущем не видим присутствия Черноморского флота вообще в акватории Черного и Азовского морей. Такая у нас цель. Спасибо огромное вам, Дмитрий. Спасибо большое за участие в эфире «Фридом». Спасибо военно-морским силам Вооруженных сил Украины за то, что они показывают российскому агрессору, что нельзя так просто напасть на государство и вольно себя чувствовать в акватории нескольких морей. Дмитрий Плетенчук был с нами на связи, спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok